здравствуйте в эфире программа веселого аппетита всем привет скажи еще раз всем привет еще раз всем привет слушай я никак не могу понять а каким голосом ты поешь ну мне кажется тенор а ты каким я баритон то есть я тена ты баритон а в гостях у нас лирика драматическая сопрано солистка приморской краевой филармонии елена брыкина встречайте елена окончила академию искусств и аспирантуру в владивостоке стажировалась на сибирской консерватории имеет грамоту губернатора за вклад в культуру приморского края и диплом всероссийского конкурса авторской песни гренландия мать четверых детей любимое блюдо с селедкой под шубой готовить на скорую руку по настроению здравствуйте елена здравствуйте павел здравствуйте александр елена здравствуйте мы очень рады вас видеть действительно искренне рада что вы нашли время и заглянули к нам на огонек а мы в свою очередь хотели предложить вам приготовить сегодня такое одно интересное блюдо вроде бы как бы и рыбный салат но есть у него красивое название рыбный салат туна прекрасное название туна прям завораживает саша что нам будет нужно для рыбного салата туна прежде всего конечно же тунец далее картофель сладкий перец сладкий салатный лук помидоры огурцы соль перец винный уксус ну и конечно же растительное масло я думаю салат будет неплохой самое главное вкусный я думаю надо начинать давайте елена вот у меня вопрос сразу я почти всем гостям задаю примерно одинаковый вопросом вначале вы прям в детстве мечтали стать певицей нет я конечно не мечтала стать певицей но петь я пела всегда окон мечтала я стать ветеринаром вот так я поступила на самом деле после школы в биологопочвенный в университет на биологопочвенный факультет и я год там проучилась почему всего год я поняла что это не совсем моем аппарате аналия когда вот вы когда поступили получается уже выше учебное заведение вот по классу вокал я сначала поступила в училище по классу академического вокала я пошла туда но я опять-таки пошла потому что просто любила петь думаю я попою потом было очень много комплексов и как от которых я хотела избавиться на самом деле вот и вокал и актерское мастерство но вы сами знаете она очень сильно раскрепощает вы поступили вы начали заниматься вокалом у вас до этого была музыкальная школа я в детстве хотела заниматься мне очень нравилось фортепиано сам инструмент и я уговорила маму чтобы мне купили пианино но позанимавшись чуть-чуть я поняла что чё-то как-то мне не хочется сидеть там мама с ремнем уже сидела я поняла что это не моё я уговорил маму продать пианино нет но она сама уже она постояла постояла без действий ушло то есть можно сказать что поступаю музыкальное училище вы по сути были самоучкой да не самоучка я практически ни с чем поступила я читаю но выучила ноты какие-то да потом я ходила в академии искусств и год занимала на педпрактике студенты со мной занимала и меня подготовили вот к училищу открыты елена существуют ли какие-то вредные продукты для певцов академического вокала вот что нельзя есть я знаю там вот многие говорят что вот нельзя семечки они там связки союз и вообще нельзя в принципе с этой заняты так сказать работой со зрителем это вообще примета плохая у нас когда мы едем в командировку семечки категорически нельзя ни орешки не семечки потому что зритель не придет я не знаю как у вас но у нас вот такая примета и да вот тут поешь тем очки никто не придет или мало придет а вот а насчет еды конечно вот для начинающего писта много что противопоказано в том числе там и воздух холодный мороженое там и шоколад но для тех кто занимается с голосом постоянно для меня нету никаких продуктов вообще единственное что я себе не позволяю там кто-то может быть перед выходом на сцену бывает коньячка да дерябнет нет у меня такого нет скучно живете или ну не скажите скажите на самом деле я думаю что да что или не скучать некогда елена вы ведь к тому же ко всему еще и мама ну конечно причем простая мама не простая мама золотая золотая мама да но как вам сказали у вас четверо детей да как вы успеваете как вы успеваете справляться с ролью мамы хозяйки в доме и еще и оперный певица ой я еще и преподаю вот еще и преподаете но справляюсь как честно говоря сама не знаю как я справляюсь дети ходят на ваш концерт дети ходят потому что у нас есть еще детские концерты сказки детские мы там разные роли исполняем и бывает что был такой случай рассказывали что пришли с цветами вот а у меня там три или четыре роли в какой-то волшебное кольцо сказка и вот я там значит выхожу сначала мама и вани потом я выхожу ульянкой но все естественно переодевание парики потом я выхожу там музыкантом разбойником вместе с сергеем пляшевцем мы работаем вот и под конец значит превращаясь все-таки в царевну и вот когда выходила ульянкой ну я естественно там уже не в конце сказки этой нет ульянки есть только царевна а зрители хотели подарить цветы ульянки ну надо же это артист уже ушла почему она ушла так рано мы хотели цветы подарить и меня не узнали это мне кажется такой великий комплимент да что ну в принципе да да мне было приятно что меня не узнали потому что я и разными голосами там работают а вот вы можете нам придумать продемонстрировать так сказать ну когда смотря какая роль если она например как правильная тому тут красавица там царевна естественно я употребляю академический вокал а вы вот знаете еще тоже вот из летучего корабля есть банки есть бабки и ушки давай на яре не я понимаю почему разница класса сюда а вот жаба вот и мой жабик вак 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 на большом болоте ну что-то в этом роде иногда приходится и утку пей там друзья это все оперная певица ваши дети как вот они приходят вот на концерты ну конечно когда маленькие всех малышей то водила как постарше становится уже не очень интересно колыбельные пели где лыбельные с вашим красивым голосом пела в основном конечно анна герман там пела месяц над нашою крышею светит месяц стоит у двора маленьким птичкам и маленьким детям спать наступила пора из этой серии или вот вам помогает песню в быту вот знаете когда что делаешь там про себя напеваю что мы должны про себя в слух там особенно в ванной знаете заметила почему-то хочется петь особенно как акустика наверно нет не акустика наверно потому что расслабляет вода я думал только я так вот знаете зайду и начинаю вот лично по своему опыту иногда мне песня помогает у там дал допустим там напеваю что-то делаешь а иногда вот когда напеваешь просто вот суизур к вальце знаете вот такое бывает напеваешь напевать ладно вам помогает песня мне помогает а вот есть вообще какой-нибудь на этот коэффициент соотношения таланта и как это сказать работу над собой обязательно это 50 процентов успеха конечно да 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 потому что прекрасно иметь тембр голоса это все можно вот получить то есть как этому обучиться а вот знаете помните фильм такое приходите завтра и там профессор идет и говорит ну вы же профессор концертмейстер ну вы же профессор можете научить горит любого когда я могу даже зайца научить но смысл какой в этом понимаете можно конечно научить но самое главное это вот актерские данные человека бывает голос небольшой но если человек подать до идет подашь подача душевная идет он чувствует зал он свою вот эту маленькую маленький тембр маленький голос но он так его несет что действительно а бывает с большим голосом не интересно слушать если не оперному пению как правильно сказать обычному до или и странно странного пения до народным можно как мне кажется более или менее научить практически любого да то в любом случае чтобы оперному пению на академическому вокалу не научишь да это нужны все-таки прям какие-то особые природные данные на лет нет нет есть школа основная она начальная школа она вот например я же эстрадников год вела эстрадников вот и там первые два года они учатся им академическому вокалу как бы постановки как какая самое главное до попадания в резонаторы основа дыхания опора вот эта диафрагма для пользования до диафрагмы отличается бывает просто голоса по тембру смотришь как он либо он эстрадного качества либо он народного либо он академического от мой например ближе конечно к академическому хотя я могу эстраду пить и такого плана как герман вот например в свое время пил покроется небо пылинками звезд и выгнутся ветки упруга себя и услышу за тысячу вёст мэхах ну и так далее эта композиция была написана именно для анны герман да а именно для вас кто-нибудь когда-нибудь писал композицию наши приморские композиторы константин селиванов написал для меня две песни одна из них на стихи анны ахматова вечерняя комната я часто исполняю это романс на роман романс и наш тоже приморский композитор любитель веговский он тоже несколько на штук 9 или 10 он написал для меня и вот одна из них колыбельная она заняла одно из первых мест на всероссийском конкурсе у нас сварился картофель мы его уже почистили поэтому нам осталось только порезать кубиками а вам елена надо порезать помидоры тоже кубик хорошо зато есть есть такая нельзя как теория либо предположение что по поводу цветного слуха что каждый голос у артиста имеет определенный цвет вы знаете об этом ну я знаю даже человека который слышал и видел цветами тоже бывшая солистка филармонии вера голубь она видела цветами он говорила у тебя голос такой-то вот у вас какого цвета голос но по вот судя по тому какие цвета я люблю наверное между светло-фиолетовым и голубым или бирюзовым что-то вот такое а как вообще можно понять цвет по голосу точнее голос по цвету наверное по краске по краске ну конечно она бывает разная приходится разные вещи исполнить лирические драматические и краска отличается вори моя горькая горчей полыну Отдал меня, батюшка, у чужую сторону. Ну да, ну как это такое? Другая краска пошла. Да, действительно, какие-то синие тона, мне кажется. Елена, я смотрю, вы разные совершенно разноплановые произведения исполняете. И можете исполнять. Вы принимали участие в каких-нибудь фестивалях, конкурсах? Ну, в конкурсах нет, не принимала. Дело в том, что у меня четверо детей, и они нет возможности. Но я стажировалась в Новосибирской консерватории. В перерыве между вторым и третьим ребенком. Да, я ездила туда, и в принципе мне завкафедра, она предложила остаться в аспирантуре. Нет, в аспирантуре, да, ну как-то не пришлось. Ну, то есть в любом случае карьере вы предпочитаете семью? Ну, наверное, я бы сделала карьеру, если бы у меня была такая задача. Ну да, мне ближе как-то вот. А что насчет фестивалей? Дальневосточная весна, я практически каждый год принимаю участие в этом фестивале. То есть у меня есть зрители, которые ходят вот на меня конкретно. На улицах узнают? Узнают и на улице, представляете, иду как-то, разговариваю по телефону, одета там, естественно, по бытовому. И вдруг молодой человек открывает окно, он по тротуару едет на машине. Говорит, Елена, я сначала подумала, хочет просто меня спросить, как проехать куда-то. Елена, я думаю, так странно, почему он знает мое это? Это с чего? Я не понимаю, я в это время разговариваю по телефону. Спасибо вам за ваш талант. Я понимаю, что он ходил куда-то и смотрел. Вот и приятно. Да. Мне очень интересно, со своими детьми вы занимаетесь вокалом? Значит, у меня вот дочки, у обеих слух, в принципе, очень хороший и голос очень хороший. Вот старшая закончила в прошлом году музыкальную школу по классу фортепиано. Ну, как-то она вот и поет хорошо. То есть сделала то, что вы когда-то меня делали? Ну, дело в том, что я ее... Она теперь меня об этом ругает, что я вот, я заставила ее доучиться. Она не хотела. Она хотела уже там с пятого класса уйти, я до седьмого ее дотянула. А вот младшая дочка, она действительно, вот она сидит, когда студентов я распеваю, она вместе распевается, причем у нее очень большой диапазон. В этом году вот мы поступили на класс скрипки, на музыкальное училище вступила. А мы выходим, так сказать, на финальную, завершающую стадию. Нам осталось совсем немного, нам осталось собрать этот салат-конструктор, можно так сказать, а я сделаю для него заправку. А заправка в чем заключаться будет? А заправка будет заключаться в том, что это будет 4-6 столовых ложек растительного масла и, наверное, одна, может быть, полторы ложки винного уксуса. И это все перемешает. Елена, у вас обширный репертуар? Вот я не знаю, я правильно сказал, обширный, большой, там, грандиозный. Ну, не грандиозный, но репертуар у меня, да. Ну, а можно это вот... Разнокалиберный. А в количестве песен как-то вы репертуар измеряете или нет? Да, ну, песен 300, наверное, или больше, не знаю, честно говоря. Песен 300? Да нет, наверное, больше. Из этого большого количества песен есть какая-нибудь одна самая-самая любимая? Ну, не то чтобы самая любимая, одна из любимых, например, роман с Чайковского «Я ли в поле, да не травушка была». Слушайте, а как пополняется ваш репертуар? Ставят концерт, например, определенная тема концерта, уже и думают, что тебе петь дальше. А слушать вот для себя, для себя любимой, чтобы расслабиться, не петь там, не слушать живое... А вот какую-то вот, извините за ретро, какую-нибудь кассету воткнуть в магнитофон и что послушать? Вот что вы любите? Очень нравится Тори Вердиев. Именно музыка? И музыка, и песня. Я недавно исполняла вот этот концерт, у меня сольный был, там несколько произведений Тори Вердиева было. Хочу зеркала к нему, сесон туманищий. А вот отдыхать, свободное время? У меня нет свободного времени, вы знаете. Честно, бывает один день, выпадет в неделю свободный, ну, занимаешься уборкой дома. Я, вы знаете, отдыхаю в командировках в основном, или там какие-то поездки, тогда я отсыпаюсь. Да, несмотря на то, что там бывает по несколько концертов. А как семья ваша относится к вашему отсутствию, когда вы на гастроли уезжаете? Ну, поначалу, конечно, муж возмущался, но потом уже все привыкли. А как вообще муж относится к тому, чем вы занимаетесь? Хорошо, он первое время на концерты постоянно ходил, но потом уже как-то... Первое время? Первое время, ну, когда я стала заниматься этим делом, да. Он поклонник вашего творчества вообще? Ну, я думаю, да. А он не стал говорить, что... Я уверен, да. Мне твоих концертов дома хватает. Нет, он единственное не любит, чтобы я дома пела. Вот когда бывает, приходится репетировать дома с концертмейстером, А, ну, он, конечно, терпит, но потом... Ну, да, на самом деле, Саша, на самом деле, Саша тоже не любит, когда он дома готовит, говорит, ты на работе, говорит, готовь. Да, а домой... Домой-то не несет. Что, чтобы духу своего не было, вот это приготовление. Вот вам заправка. Спасибо. Получилось такого цвета интересного. На самом деле, мне тут осталось буквально... Вообще готовить любят? Честно сказать, не очень люблю. Я люблю по настроению, вот когда я отдохнувшая, то тогда да, тогда с удовольствием, чтобы вложить обязательно энергию. Когда я не отдохнувшая, то лучше не готовить, потому что это же все равно еда, это... Она, да. Она должна с любовью быть настроением, иначе это так. Вы знаете, судя по тому, что у нас здесь получается, что-то уже прорисовывается. Настроение хорош. Вы сегодня отдохнувшая, да, с хорошим настроением. Ну, я у вас отдыхаю. Смена обстановки, я у вас отдыхаю. Отлично получается. Ну что ж, давайте заправки добавим. Если что, можно будет еще сделать, я знаю, как это делать. Ну, по большому счету, дамы и господа, я рад сообщить, что наш салат Туна уже, в общем-то, готов. Друзья, как приятно заканчивать программу в хорошем настроении. Спасибо, Елена, что вы это хорошее настроение нам сегодня подарили своими песнями, своим талантом и своей улыбкой. Если вы нахмурясь, выйдете из дома, Если вам не в радость солнечный денек, Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, С вами вовсе не знакомый старичный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Сегодня у нас в гостях была солистка Приморской кровофилармонии Елена Брыкина. А это была программа веселого аппетита, Которая не даст умереть вам ни от скуки, ни от голода. Ну а программу для вас провели Павел Куприянов И Александр Штрикуль. До новых встреч! Всего доброго! Всего вам доброго!